друзья я рад приветствовать вас на своем канале и в этом видео речь пойдет о моей поездки в турцию в июне 21 года в город бодрум это юго-западная побережья турции гейское море я купил сюда тур all inclusive за 340 долларов на 8 ночей 9 полных дней летал я с компанией друзей и в самом начале нашего путешествия нас ожидал сюрприз не могу сказать что это был приятный сюрприз когда мы прилетели в бодрум нас посадили в автобус чтобы осуществить трансфер к нашему отелю который мы долго выбирали это был отель club white hotel и находился он в 22 километрах от города бодрум на побережье первая линия четверка и тому подобное но в итоге в автобусе нас поставили перед фактом что отель наш не открылся представляете то есть не за день не за два чтобы дать возможность выбрать поменять мир прямо в автобусе во время трансфера ваш отель не открылся вы едете в другой отель прямо в город бодрум в отель del mare boutique hotel в котором я сейчас собственно и нахожусь так вот в этом видео подробный обзор отеля del mare boutique hotel и выставление ему оценок по разным критериям по 10 бальной шкале от 1 до 10 не забывайте ставить пальчики вверх не забывайте подписываться на мой канал и приятного просмотра поехали заходим и попадаем заявлен отель как 4 звезды интернет сразу скажу ловит только исключительно в лобби и то славы здесь рецепшем вот так выглядит бассейн достаточно большой сразу напротив выхода из холла барсул инклюзив справа у нас площадка ресторана бара для курящих здесь собственно зона раздачи сейчас заканчивается завтрак вернее середина завтрака уже небольшая очередь но при большой загруженности очереди большие в отель ну дальше основная летняя площадка ресторана первая линия видно море здесь барчик с напитками на завтрак в принципе всегда стандартный набор это масло и джемы несколько видов колбасы 4 вида сыра маслины и оливки помидорчики и огурчики апельсины и грейпфруты салат финненькие мюсли булочки и яйца ну друзья стандартный завтрак несколько булочек до яйца разного рода овощи несколько видов сыра салат и грейпфрут с апельсинкой кофе с молоком ничего нормально вот так все берут раздают приборы пакетики там же салфеточка претапетит что касается территории отеля то в принципе все красиво и симпатично вот есть не работающий бар который возле пляжа там такая летняя площадка для курящих куда можно вечерком прийти хороший вид открывается красивый на бодрум на битэс вот отсюда даже видно вообще достаточно просторная территория можно сказать все в зелени пальмы, кусты, кактусы в общем есть где развернуться вот такой душик есть чтобы помыться после моря вот такая территория большая правда большая просторная территория всегда нужно отдохнуться на полотенчике в Тинепальм на территории есть разные зоны для отдыха туристов вот такие гамачки например здесь также вот такие беседочки с соломенной крышей так сказать с мягким мандратом и подушками спрятаться от солнца здесь и отдохнуть днем жару очень приятно конечно находятся они недалеко от бассейна поэтому освежиться будет идти недалеко вот такие бургеры с картошкой можно взять заказать на баре это между завтраком обедом и ужином приятное дополнение к пакету так что у нас по алкоголю по алкоголю все прекрасно здесь можно заказать вкусное пиво есть вино красная белая девочка советует красная белая очень кислая также можно сказать разные коктейли вот например то водка спрайт и блю киросау что у нас еще есть ром кола также джин тоник можно смешивать все это с разными соками в общем алкоголь не противный пить можно друзья на свое усмотрение ну и также и совсем крепкого уже можно и водку пить но на такой жаре смотрите по себе как пойдете наш аниматор пожалуйста вот так вот весело у нас днем лайчочки и вдруг ни с того ни сего в 15.00 музыка погромче и акваэропик в бассейне оказывается анимация все таки в этом отеле есть друзья а вы любите активную анимацию в отеле где вы отдыхаете оставьте комментарии под видео так на обед у нас несколько видов мяса с овощами тушеного насколько я понимаю тоже какие-то синенькие кабачки или что-то такое это что-то типа нашей крошки макароны картошка в каком-то соусе ну и вот салатики в общем да голодными не останетесь но на рыбу прошу не рассчитывать бассейна прямо ведет такая дорожка сквозь всю территорию отеля и выходим мы прямо на пляж отель находится на первой линии но есть небольшое но или большое сейчас вы это увидите выходим на набережную попадаем на пляж от нашего отеля пляж как я понимаю муниципальный где выделен просто кусочек для нашего отеля вот вот этот небольшой кусочек если будет полная загрузка отеля вижаков на всех не хватает под ногами у нас галька в принципе все красиво выглядит вид отсюда красивый но вот такой из пирс пластиковый ну водичка конечно вообще не соответствует ожиданиям и кажется что она прозрачна на самом деле при ближайшем досмотрении можно видеть что в ней много мусора и она все-таки мутное дно покрыто каменное дно покрыто каким-то серым илом очень неприятно купаться заходить в эту воду а вот собственно почему у нас не очень чистый пляж прямо возле этого пляжа вот такой сток друзья да ну как то так с пляжем ситуация разочаровала поэтому мы идем на соседние пляжи там водичка уже намного получше почище просто берем там какие-то напитки и лежим тогда на лежаках уже бесплатно вот такая история с собственным пляжем отеля Дель Мар на ужин снова салатики вкуснейшие что-то вроде нашего оливье перчики соленья это вот еще оставшиеся сладости вот так вот так несколько видов мяса и фри так в Дель Маре заехало побольше людей почти я так понимаю полная загруженность отеля и стала еда даже немного по разнообразней и вот это вот ужин суп картошка и какой-то стейк несколько видов салата ну и сладости с арбузом Дель Маре Бутик Хотел наш стандарт встречает нас номер с шкафом достаточно вместительный большой шкаф вот внизу видите там специальные полочки для обуви здесь также второе отделение где бесплатный сейк находится что здесь у нас небольшой холодильничек туда каждый день ставят два вот таких вот пакетика с водой вернее упаковки с водой похожие на упаковку нашего йогурта так идем сразу в ванную комнату зеркало такая небольшая раковина вообще не сказать что ванная комната большая сантехника конечно уже несколько раз явно ремонтировалась да и вообще она не супер качественная все это из пластика такого дешевого так сама душевая тоже маленькая она выложена плиткой плитка старенькая уже где-то там что-то подмазано, замазано в общем тоже несколько раз явно реставрировалась кое-как душ работает горячая вода есть но переключатель не очень хорошо работает вообще есть нюансы такие минимальные с ними можно справиться абсолютно это не супер дискомфортно в принципе такая небольшая душевая так а дальше у нас сам номер тоже небольшой плазма столик кровать широкая с хорошими матрасами вообще без претензий тумбочки две с лампами здесь у нас кресло ну и выход на балкон я конечно террасы и балкончики очень люблю в отелях но не в этом варианте значит раздвижная балконная дверь следующая дверца это дверца с сеткой это в принципе хорошо то что комода здесь присутствует и выходим на балкон парам парам пам вот собственно и весь балкон вот собственно и весь балкон с видом на соседей на вот как то так друзья итак я готов поставить свои оценки отелю ладонья Дельмар бутик отел персонал в отеле очень приятный ни одного косого взгляда недовольство и уж тем более хамство бармен и официанты остальной сервис просто супер исключение рецепшн английский нулевой скорость реакции такая же моя оценка 8 баллов и эти минус 2 это именно рецепшн интернет это тройка и то с натяжкой только в холле и слабый если сидит более 5 человек все нет у вас интернета территория отеля большая ухоженная чистая но нужно отметить что нуждается в реновации бассейн тоже большой и его чистят регулярно как и территорию моя оценка 9 баллов пляж лежаков в обрез море грязное выше трех баллов никак о питании я рассказал подробно из-за отсутствия рыбы и морепродуктов вообще это 8 алкоголь нормальный на вкус есть выборы отличные бармены десятка анимация ничего не понятно то есть то нет без какого-либо ясного расписания и креатива правда через аниматора можно заказать экскурсии дешевле чем у гида об одной из них скоро в видео у меня на канале а в общем невнятная анимация получает от меня 5 баллов номер светлый есть горячая вода кондиционер работает но балкон даже не балкон а балкончик с видом в никуда мебель сантехника поизносились и достаточно низкого качества в общем номеру ставлю 8 за бесплатный сейф и удобную кровать средняя оценка отеля ладонья del mar boutique hotel 6,75 из 10 очень хотелось оценить отель на заявленные 4 звезды из-за приятного впечатления от персонала но все таки это не четверка а явная тройка друзья ваши лайки и подписка очень важны для канала спасибо что вы со мной и до встречи в новых видео и до встречи